Доброго времени суток! Вас приветствует столичная афиша и я ваш постоянный медиагид по культурной и развлекательной жизни нашего города Артур Габасов. В ближайшие 10 минут вы узнаете все не только о самых ярких и ожидаемых премьерах театра и кино, но и о том, по какой причине известная телеведущая и светская львица Евгения Машко отказала королю поп-сцены Филиппу Киркорову в съемках в программе «Светская хроника». Зачем поздно ночью один из дворов посетил Андрей Губин? Из чего это вдруг акции пива безалкогольного комбината «Шихан» взлетели до небывалых высот? А по завершению передачи нас с вами ждет уже так полюбившаяся горожанам рубрика «Сатиспекшн», которая, как и вся Россия, 7 декабря отмечает день российского шоу-бизнеса. Ну что ж, друзья, добро пожаловать в столичную афишу! Джаз называли музыкой для богатых, джаз называли музыкой для бедных, но джаз всегда оставался музыкой для умных. 7 декабря в Уфе выступит выдающийся мастер импровизации, арт-директор легендарного петербургского джаз-клуба GPS, джазовый пианист Андрей Кондаков при поддержке эстрадно-джазового оркестра Башкирской государственной филармонии под управлением Олега Касимова. Андрей Кондаков, воплощающий в жизнь самые грандиозные джазовые проекты, выступавший на сцене одного из самых престижных джазовых клубов Искусство в томительном ожидании. К нам едет? Нет, не ревизор, к нам едет Александр Сергеевич Пушкин. 10 декабря русский драматический театр представляет прославленный киноспектакль «Пушкин». В главной роли неподражаемый, бесподобный, любимый миллионами россиян Сергей Безруков и замечательные артисты его театра. Романтическая драма в двух действиях, раскрывающая все стороны жизни великого русского поэта, оживет на сцене и заставит вас в зрительном зале смеяться и плакать, верить и любить, не доверять и надеяться на чудо. Такое невозможно пропустить. Русский драматический театр Сергей Безруков в киноспектакле в киноспектакле «Пушкин». Уфимский государственный татарский театр «Нур» представляет 15 декабря музыкальную комедию в двух действиях режиссера Эльдара Валеева «Сущий ангел». Сегодня сотни агентств знакомств предлагают свои услуги для одиноких сердец, ищущих свою любовь. Но что ждет нас на свидании и после знакомства неизвестно. Вот об этом как раз и пойдет речь в комедийной театральной постановке Эльдара Валеева «Сущий ангел» на сцене театра «Нур». Буквально на днях, поздно ночью, в один из уфимских дворов доехал черный лимутин, из которого вышел мужчина маленького роста с гитарой в руках. Сел на скамейку, снял кожаную куртку и запел. Слухи слухами, но поговаривают, что это был никто иной, как Андрей Губин, который так и не может забыть свою первую любовь на родине. 11 декабря в развлекательном комплексе «Окни Уфы» выступит легендарная российская хоррор-панк-группа «Король и Шут» с прощальным туром. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Изначально преобладающий в музыкальной составляющей ритмичный панк-рок со временем вышел за границей стиля, и на данный момент музыка группы вобрала в себя множество элементов. Фолк-рок, акустический альбом, арт-панк, театр «Демона», стрит-панк, бунт на корабле и многие другие. Легендарная российская хоррор-панк-группа «Король и Шут». 11 декабря «Окни Уфы». Сенсация! Аналитики в недоумении. Прошел слух, что акции некогда никому неизвестного пиво-безалкогольного комбината «Шихан» ворвались на мировую биржу и взлетели до небывалых высот. А все это произошло потому, что один из солистов группы «Линд Бискет» пришел на пресс-конференцию с бокалом пива «Шихан» в руке. Продуманный рекламный ход или же случайность? Остается только гадать! 8 декабря в развлекательном комплексе «Окни Уфы» состоится грандиозное событие КВНовского года. Финал Клуба веселых и находчивых Республики Башкортостан сезона 2013. Популярные телевизионные юмористические игры соберут под одной крышей самых веселых и находчивых молодых людей со всей республики, чтобы определить лучшую команду и одновременно подарить праздник юмора всем без исключения, кто посетит в этот прекрасный вечер развлекательный комплекс «Окни Уфы». Тема финала – «Тепло наших сердец». Приходите и ощутите тепло сердец самых веселых и находчивых. С 4 по 7 декабря в городском Доме культуры пройдет конкурс дизайнерских идей «Арт Ёлка 2013. Сотвори себе праздник». Участвовать может любой желающий. Ты давно мечтал выложить ёлку из вешалок любимой, но твоя девушка была против? Забудь, потому что тебя уже опередили. До 29 ноября со всей республики принимались заявки на конкурс. И вот уже 7 декабря гости и жюри конкурса выберут самую дизайнерскую ёлку города. Весь цвет столичного бомонда в шоке. Сильные мира сего в трауре. Прошел слух, что светская львица и телеведущая Евгения Машко отказала королю поп-сцены Филиппу Киркорову в съемках в программе «Светская хроника с Евгением Машко». По слухам, причиной отказа послужило невыполненное обещание, данное Филиппом Гидросовичем Евгении Машко, что король поп-сцены приедет в Уфу без бороды. А приехал вот с такой бородой. Так что, борода, дорогие телезрители! Первые люди Республики и самые известные люди творческих профессий. Ценители всех жанров живописи и просто любители искусства продолжают пребывать в Национальный музей Республики, чтобы своими глазами увидеть выставку легендарного Никаса Сафронова. В экспозиции представлено более 80 картин, каждая из которых стоит порядка 10 тысяч долларов. Помимо того, что художник пообещал часть вырученных средств направить на благотворительность, также Никас признался, что хочет нарисовать портрет великого танцовщика 20 века Рудольфа Нурива, который начинал свою всемирную карьеру на сцене Башкирского театра оперы и балета. Киноманы и просто любители боевиков и комедии, мелодрам и ужасов! Вы не зря часами сидите в кинотеатрах! Ведь нет ничего лучше, чем удобное кресло, ведро попкорна, баллон Кока-Колы и самый ржачный фильм! Настало-таки, наконец, время предновогодних комедий! 12 декабря в российский кинопрокат выходит комедийная мелодрама популярного клипмейкера, а ныне кинорежиссера Павла Худякова. Одноклассники.ру накликай удачу! В главных ролях Фёдор Бондарчук, Тимоти, Сергей Никоненко, Александр Рева, Корнелия Полок и даже Snoop Dogg! Да, друзья, вы не ослышались! Кельвин Кардазар Бродус-младший! Известный американский рэпер! Мегазвезда, видимо, решил пройти школу Станиславского и благодаря ей уже в следующем году завоевать премию «Оскар» у себя в штатах! С момента, когда Шекспир писал свои пьесы, прошло уже более 400 лет, но в отношениях между мужчинами и женщинами ничего не изменилось. И в этом вам поможет убедиться уже с 12 декабря в кинопрокате комедийная мелодрама «Много шума из ничего». Джосс Уидон, режиссер знаменитых «Мстителей», автор одной из версий сценария «Люди Икс» поднимет на российских экранах много шума из ничего. А все это потому, что именно отношения между противоположными полами всегда были и остаются на первом месте в нашей жизни. Ну а теперь, как всегда, полезная информация не только для наших маленьких телезрителей, но и для их родителей. Зима все никак не может вступить в свои полноценные права и засыпать наших ребятишек снегом. Но это не беда, потому что это легко можно сделать, сходив на кинопремьеру диснеевского мультфильма «Холодное сердце». С 12 декабря во всех кинотеатрах страны начинает сбываться древнее предсказание, и доброе королевство в Лапландии начинает погружаться в объятие вечной зимы. Кто же поможет снять со стороны леденящее заклятие? Узнаем уже совсем скоро. Национальный государственный музей Республики Башкортостан представляет экспозицию будущего. Шоу-выставку движущихся боевых роботов «Восстание машин». На выставке представлены роботы-гиганты высотой до 3 метров, созданные московскими робототехниками и художниками. Экспозицию составляет 16 экспонатов, снабженных световыми и звуковыми эффектами. На сегодняшний день это единственные выставочные модели фантастических роботов в России. Экспозиция будет интересна не только детям, но и их родителям. В боксе нет крутых. Есть только те, кому не заехали в челленд. Вежий Кулей. Краткий видеообзор для всех любителей спорта. Седьмого декабря в спорткомплексе «Динамо» пройдет матч чемпионата России по волейболу между Уфимским Уралом и Газпромом Югра. Напомним, что Уфимский клуб, выступающий в Суперлиге в последней игре, потерпел поражение от Новорингойского факела. И теперь нашим волейболистам во что бы то ни стало надо брать реванш. Седьмого декабря в преддверии трех свободных дней от игр хоккейный клуб «Салават Юлаев» сразится на домашнем льду Уфа-арены с казахстанским «Борысом». Ждем от нашей любимой хоккейной команды яркой победы и красивых обводящих шайб. Так уж совпало, что седьмого декабря в день вручения премии признания года телеканала М-Телевизион вся страна отмечает день российского шоу-бизнеса. И мы не могли с рубрикой «Сетиспекшн» не выйти на улицы и не узнать, за что же горожане так любят российский шоу-бизнес и что желают ему в этот светлый праздник. Вся Россия отмечает день российского шоу-бизнеса. Если у вас там любимчики, что бы вы могли ему пожелать? Шоу-бизнес? Что за ересь? Я такое не смотрю, нет. Наверное, процветать, стремиться достигать высоких результатов, успехов. Порвать США во всем. Ну, то есть Россия пускай выдвигается вперед. Дима Билан! Скажи, пожалуйста, что вы могли пожелать Диме Билану? Чтобы дальше процветал новая песня и чтобы радовал меня своими клипами. Филиппа Киркорову, наверное, похорошеть еще больше, несмотря на его возраст уже. Он молодец, пусть таким же остается. До всего самого хорошего, что еще можно пожелать? Я хотел бы пожелать, чтобы они продолжали петь свои песни, чтобы развлекали людей, отвлекали их от ежедневной рутины, чтобы всегда радовали нас новинками. А как же, что на российском шоу-бизнесе все слизно с зарубежного? Ну, я считаю, что это чудо. Ну, вот это наш друг, это диджей, тоже в шоу-бизнесе уже 40 лет, хотя ему всего 14, вот он красавчик вообще. Это тоже наш диджей, вот тоже в бизнесе поменьше, он 40 лет, нет, 39, этот 40, но ему уже 19. Мне нравится Сергей Безруков, он такой классный, прям все позирует, вообще классный, четкий чувак, прям уважуху ему, респект. Мне нравится Алла Пугачева, она вообще классная. Ну, Максим Галкин. Могу пожелать ему удачи. Что за ересь, я такое не смотрю. Нет, все отличные, всем желаю удачи, успехов, всего самого хорошего. Естественно, успехов, процветания и, наконец, чтобы появилась звезда такого уровня, ну, как скажем, Битлз. Вас приветствует телеканал М-Телевизион. Скажите, пожалуйста, с 7 декабря вся Россия отмечает День российского шоу-бизнеса. Что бы вы могли ему пожелать? Валера, Валера, ты словно снег, сам на первую. Ты так не скажешь, наверное. Ваше телевидение очень нравится. Ну, что, нет? Что пожелать? Процветание. В начаточном еще состоянии, точно, что развивается. Что пусть так веселятся, как мы сейчас. А здесь Пашка. Как бы ни хаяли российский шоу-бизнес, как бы ни называли Сергея Зверева, но российский шоу-бизнес продолжает процветать, а люди продолжают его любить и желать ему всего самого наилучшего. Ну что ж, дорогие телезрители, надеюсь, каждый из вас нашел в столичной афише немало полезного и интересного. С вами был ваш постоянный медиагид по культурной и развлекательной жизни нашего города Артур Габазов. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok